Высокое качество наркотика позволило преступникам быстро монополизировать местный рынок героина. Оперативники 8-й службы наркоконтроля установили, что часть членов группировки ранее уже были судимы за продажу наркотических средств и имели достаточно серьезный опыт конспирации и бесконтактного сбыта зелья. Известно, что в нашем районе, к сожалению, очень серьезно распространены схемы так называемого бесконтактного сбыта наркотиков через закладки. То есть наркотик размещается в определенном месте тайниковом. Это место, где есть какие-то обозначения. Это либо мусорный бак, либо какой-то дорожный указатель. Это может быть в черте города. И после того, как наркозависимые осуществят оплату наркотика, им называется это условное место. Поэтому таким образом наркогруппировки пытаются обезопасить себя от привлечения к ответственности. Нет передачи с рук на руки. Оплата производится через платежные терминалы. То есть, опять же, бесконтактным способом. Поэтому работать достаточно сложно. Именно поэтому операция проходила в течение нескольких дней, а не одновременно. И последовательно по горячим следам были задержаны сначала закладчик, затем задержан держатель схрона. То есть, до того, как наркотик доходил до закладчика, оптовые партии расфасовывались на какие-то более мелкие. Это 50 граммов и выше. И, опять-таки, закладчику эти наркотики передавал держатель схрона, у которого находилась основная партия. Он также был задержан. И, в конце концов, был задержан сам организатор наркогруппировки, который традиционно проживал на территории другого района Московской области. И на момент задержания уже имел на руках билет в одну из среднеазиатских республик. Поскольку информация о задержании, естественно, мгновенно распространилась. Благодаря профессиональной работе сотрудников восьмой службы были задержаны все участники группировки. Изъято в общей сложности около 200 грамм героина чрезвычайно высокой концентрации. После разгрома банды на территории района возник настоящий героиновый голод. Свидетельством того, что эта группировка имела монополию на сбыт наркотиков в нашем районе, является тот факт, что сами наркозависимые в течение нескольких дней после ликвидации группировки распространяли в окружении информацию о том, что наркотик в городе Одинцово достать практически невозможно. Ряд жителей также обращался с жалобами о том, что лица, вероятно, в состоянии так называемой ломки, слоняются по улицам города. Но очевидно, что это и были те самые наркозависимые, которые не могли некоторое время приобрести наркотическое средство. Сегодня оперативники восьмой службы продолжают тщательно отслеживать ситуацию. К сожалению, скорее всего, такую привлекательную для наркоторговцев нишу в ближайшее время постарается занять очередная наркогруппировка. Петр Горохов, Евгений Муравлев, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.